Урок 28. Задача первая. Решите уравнение. Сначала надо привести к наименьшему общему знаменателю. Все алгебраические дроби. Наименьший общий знаменатель 6. Здесь дополнительный множитель 1. Здесь 3. И у дроби, которая справа от знака равенства, дополнительный множитель 2. Надо умножить на дополнительный множитель и числитель, и знаменатель. Так как знаменатели одинаковые, их можно отбросить. И дальше выполнять действия только с числителями. Что получится? Получится вот такое уравнение. Надо раскрыть скобки. Затем надо упростить. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. 9х квадрат и минус 9х квадрат. Затем надо привести подобные слагаемые. Вот это слагаемое из правой части перенести в левую часть, поменять знак на противоположный. А это слагаемое из левой части перенести в правую, знак поменять на противоположный. Что получится? Получится минус 11х равняется минус 5. Чтобы найти х, минус 5 надо разделить на минус 11. И получится обыкновенная дробь 5 одиннадцатых. Задача вторая. Найдите значение выражения, если х равен минус 1,2 или минус 0,5. Сначала надо упростить данное алгебраическое выражение, выполнить умножение алгебраических дробей, затем привести все дроби к наименьшему общему знаменателю. Общий знаменатель будет х умножить на х плюс 1. Причем вот к этому знаменателю надо будет привести и число 2. То есть здесь надо будет домножить на х, умноженное на х плюс 1. А здесь дополнительный множитель будет х. Что получится? Получится вот такая алгебраическая дробь. Упростить, привести подобные слагаемые, записать числитель в стандартном виде. числитель 3х квадрат плюс х минус 1, знаменатель х умножить на х плюс 1. Затем надо написать, если х равен минус 0,5, и затем подставить вместо х минус 0,5. Найти значение числителя будет минус 0,75. Найти значение знаменателя получится минус 0,25. Разделить числитель на знаменатель, потому что дробная черта – это действие деления, получится 3. Задача третья. Первая бригада может выполнить всю работу за х дней. Вторая – за у дней. За сколько дней будет выполнена работа, если бригады будут работать одновременно? Если первая бригада всю работу за х дней, значит, за один день она делает единицу делить на х. Вот такую часть всей работы. Вторая – всю работу за у дней, значит, за один день единица делить на у. Вот такую часть работы. Работая вместе, они делают вот такую часть всей работы за один день. А всю работу, за сколько дней они выполнят? Всю работу можно обозначить за единицу, весь объем работы. Единицу надо разделить вот на эту сумму, и получится вот такое выражение. Числитель х умножить на у, знаменатель х плюс у. Таков ответ. Задача четвертая. Разность квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 43. Назовите сумму этих чисел. Давайте меньшее из чисел обозначим за n, а большее на 1 больше, n плюс 1. Если из квадрата большего числа вычесть квадрат меньшего числа, получится 43. Давайте возведем в квадрат вот эту сумму. И получится вот такое выражение. По формуле квадрат суммы. Затем надо упростить. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. Решаем уравнение. Находим n. n равно 21. Это меньшее. Большее на 1 больше. А их сумма 43. Задача пятая. Верно ли утверждение? Если квадрат некоторого числа является нечетным, то и само число нечетное. Да. Это утверждение верно. Вот это квадрат нечетного числа. Это число нечетное. Значит, само число тоже нечетное. Потому что если бы само число было бы четным, его квадрат этого числа был бы числом четным. Итак, данное утверждение верно.